Он несомненно умирал. Я подошел к фельдмаршалу. Он меня узнал. Я пожал ему руку. Мне было чрезвычайно жаль этого почтенного старика. Я чувствовал, что его смерть только усложнит обстановку в Украине. Донской был схвачен, готовилась. Боевиками покушения они хотели Гетмана убить как раз в момент похорон фельдмаршала Егорна при выносе из Литеранской кирхи, где отпевание было, по-видимому, заодно и правительство Скоропадского. Но Варта сработала неплохо на сей раз. И немецкая контрразведка тоже, естественно, приложила руку. Каховская была схвачена как раз на даче в Святошино. Вообще покушения на Скоропадского, они бесспорно планировались и имели место быть. Но насколько серьезно они могли быть реализованы, сказать сложно. Тайная разведка Скоропадского и Державного Варта, и контрразведка про Державный Варта использовала любые подобные слухи для того, чтобы оправдать свою деятельность. Для того, чтобы оправдать вздаимство, для того, чтобы оправдать какие-то незаконные аресты, для того, чтобы оправдать деятельность, прямо противоречившую интересам украинской державы. Борис Донской вскоре был повешен на одной из киевских площадей. Ночью киевляне тайком перенесли тело боевика в часовню. Временный служитель из уголовных собрал цветы в больничном саду и обсыпал ими тело покойного. Так в цветах Донского и отпевали. А Ирине Каховской смертный приговор объявили почти через месяц после казни Донского. По немецким законам того времени, приговор женщине должен был лично утвердить Кайзер. И пока документы с немецкой, тем более педантичности и аккуратностью, были отправлены в Берлин, там, по-видимому, проходили какие-то инстанции, в Германии как раз свершилась своя собственная революция ноябрьская. Кайзер был изгнан. И таким образом казнь Каховская задержалась. Но она-то была уверена, что ее казнят. Но судьба Ирины Каховской все равно сложилась драматично. С 1921 года она постоянно находилась в советских лагерях. Ее реабилитировали только после смерти Сталина. В общей сложности она провела на каторге и в тюрьмах больше 40 лет. В ноябре 1918 года в Германии произошла социалистическая революция. Кайзер Вильгельм сложил корону. Войска Антанты в конец разгромили немецкую армию. Скоропадский был обречен. За недолгий период своего правления он так и не успел создать собственные вооруженные силы. Все его могущество основывалось на германских штыках. Когда немцы ушли, бежал и Скоропадский. А 14 декабря 1918 года в Киев вступили новые хозяева страны. Повстанческие войска и украинская директория во главе с Симоном Петлюрой. Петлюра Симон. Украинский военный и политический деятель. Во время Первой мировой войны выступал за федеративное переустройство России. После Октябрьской революции перешел на позиции самостийности. Возглавив заговор против Гетмана Скоропадского, стал членом нового органа власти украинской директории и командующим ее вооруженными силами. В апреле 1920-го заключил с главой польского государства Пилсудским договор о борьбе против Советской России, согласившись в обмен на это присоединить Польшу-Восточную Галицию, Западную Волынь и часть Полесья. Убит в Париже в 1926 году. За нерешительность Петлюру называли украинским Керенским. По свидетельству личного секретаря Петлюры, Гетман относился к Симону весьма лояльно. Их кабинеты связывал прямой телефонный провод. Часто Петлюра обращался напрямую к Скоропадскому. Петлюра уже во времена правления Скоропадского, работая в киевском губернском земстве, занимался антиправительственной деятельностью. Петлюра был арестован, сидел в тюрьме. Его дело было рассмотрено и доложено Гетману. Отнеслись к его действиям снисходительно. С него было взято честное слово о том, что он эту деятельность прекратит. И Петлюра был освобожден. Честное слово Петлюра дал. И, как пишет Скоропадский в своих воспоминаниях, на эту ситуацию описывает, буквально на следующий день или через день Петлюра выехал в Белую Церковь и возглавил восстание против украинской державы Скоропадского. То есть нарушил лично данное слово. Прямо говоря, солгал. До середины 1918 года он был федералистом. Федералистом, который видел будущее Украины в каком-то едином федеральном государстве. Что произошло в Европе в этот период? В этот период в Европе получила независимость Польша. Ноябрь 1918 года. Чехословакия, которая никогда не имела, то есть не то, что никогда не имела, на протяжении 400 лет была в составе Австро-Венгрии, получает независимость. Получает независимость другие страны. И, скорее всего, он увидел будущую свою, как бы, рост карьеры, будущую свою, так сказать, цель своей жизни в создании независимого государства. Возможно, одной из главных причин восстания против Скоропадского стало решение Гетмана об отказе от независимости украинского государства и открытой поддержке идеи Федерации Украины и России. Из указа Гетмана Скоропадского 14 ноября 1918 года заключено соглашение о прекращении огня между Германией и странами Антанты. Прежняя мощь и сила российского государства должна быть восстановлена на основе другого принципа – принципа федерализма. Украина должна играть ведущую роль в этой федерации, поскольку именно она показала пример законности и порядка. Именно в границах Украины граждане прежней России, подавленные и униженные большевистским деспотизмом, обрели свободу и безопасность. Глубоко убежден, что любой другой курс приведет лишь к краху Украины. Когда войска Петлюры вошли в Киев, Скоропадскому не оставалось ничего другого, кроме как спасаться бегством. Я еду. Ведь нужно объявить народу манифест. Поручик, пишите. Бог не дал мне силы, и я... Ну, опять же, дни турбинных, выстрелы замотаны и так далее. У Асуминоних, если вы читали, там совершенно другая картина. То есть он покидает совершенно пустой Етиманский дворец, где уже никого нет. Пытается дворами перейти в резиденцию к турецкому послу. Это не получается. Он выходит просто на улицу, берет извозчика, едет в палац-отель к турецкому послу. А оттуда уже он выезжает действительно под немецким именем в аршалоне с немецким основателем, который выезжает с Украины. Юлиан Семенов в одном из своих романов про Штиллица писал другое, что Скоропадский вывез большую коллекцию икон, драгоценностей, поэтому безбедно жил под Берлином. Но дело было не так. Скоропадский жил за счет, скажем так, того сундука с приданным, который его жене с детьми удалось через Одессу вывезти. Тоже была совершенно фантастическая история, как они выезжали, как они путешествовали в Италию, потом из Италии в Швейцарию. С трудом добирались. Ну и смогли вот этот сундук с приданным вывезти. Потом эти драгоценности продали, заложили, за это жили. Ну и еще небольшая стипендия была, в общем-то, пенсия, была назначена еще Гинденбургом, Скоропадскому, как бывшему главе союзного Германии государства. В эмиграции Павел Скоропадский создает влиятельную гетманскую организацию. Ее самые крупные и сильные ячейки были в Америке, Канаде, Германии и Англии. В Америке украинцам-гетманцам правительство даже предоставило самолеты, которые назывались Киев, Одесса и Львов. У гетманцев было боевое оружие и даже тренировочные лагеря. Чтобы остаться на плаву, Скоропадскому нужно был двор. Нужно было содержать двор. И когда он находился в 19-20 году в Швейцарии, он это понял. И его дальнейшая деятельность это создание двора в Германии. Он покупает огромный особняк. Он делает там, как бы, такие вечера, приемы. Он, так сказать, ставит на содержание секретарей. То есть у него, как бы, вот такой рабочий двор. И здесь мы вспоминаем деятельность, допустим, Кирилла Владимировича Романова. То же самое. Создание вот этого двора, потому что под этот двор пойдут какое-то субсидирование. Кстати, планировалось десант гетманцев и в Одессу в том числе. Они рассчитывали, что под Одессой на тот период, в 1923 год, было большое количество немцев-колонистов. Причем во время Гетмана Скоропадска им было раздано большое количество оружия. То есть у них были и пулеметы зарытые, и минометы, и все, что хотите. Их было порядка 40-50 тысяч под Одессой, вот этих колонистов. Однако со временем мощное гетманское движение начало приходить в упадок, а имя Скоропадского стало забываться. 16 апреля 1945 года бывший диктатор Украины был смертельно ранен под Мюнхеном. Это произошло во время очередной бомбардировки Германии английской авиацией. По иронии судьбы, бывший генерал-лейтенант царской армии, сражавшийся на стороне Антанты во время Первой мировой войны, погиб от оружия своих бывших союзников. Гетман Скоропадский скончался спустя 10 дней, 26 апреля, в госпитале баварского города Меттен. Все его действия, вот последние, скажем, в марте-апреле 1945 года говорят о том, что он хотел уйти на английскую зону оккупации. Это значит то, что в Англии у него была очень серьезная группа. И Гетманич Данила, наследник, долгое время находился в Англии, в Лондоне, и по некоторым данным он мог быть заложником вообще. Он мог быть заложником, рассматриваться, потому что вспомним средние века, как брали детей, значит, вождей племен. Официальным преемником Скоропадского стал его сын Данила. Данила Скоропадский в 1939 году, да, он приехал в Лондон, но уже до этого фактически он возглавил вот это вот, но он еще не возглавил, но он уже был готов возглавить Гетманское движение, во главе которого стоял его отец Павел Скоропадский. И в день своего 60-летия он провозгласил официально Данила Скоропадского своим наследником. И не только наследником, как сына продолжателя рода, но и как продолжателем его дела. В послевоенные годы Данила Скоропадский руководил всемирным гетманским движением, выступавшим за украинскую независимость. В 1956 году он был соорганизатором многотысячной демонстрации протеста украинцев и поляков, приуроченной к приезду Никиты Хрущева. Данила Скоропадский скончался при странных и загадочных обстоятельствах. Всю жизнь он страдал необычной аллергией на соль и никогда не употреблял ее в пищу. 22 февраля 1957 года Данила обедал в ресторане. Потом ему стало плохо, и он потерял сознание. На следующий день он умер. Вскрытие не производилось, но, согласно одной из версий, блюдо, поданное Даниле во время трапезы, было обильно посолено. Тайна смерти официального наследника Гетмана навсегда таки осталась нераскрытой. Что касается самого Павла Скоропадского, то он вошел в историю как блестящий генерал и последний гетман Украины, но при этом как самый обыкновенный человек, со всеми достоинствами и недостатками. Как вспоминал один из его современников, Скоропадский, волей капризного рока, был вознесен на самые вершины власти в такое время и в такой обстановке, когда и гений Наполеона с талантами всех его дипломатов и генералов в придачу, без сомнения потерпел бы крушение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok